МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Канаковской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ о нарушениях правил дорожного движения водителем, который в поселке Новозавидовский нарушил правила проезда кругового движения, проехав навстречу иным автомобилям. После этого нарушитель вышел из автомобиля и стал высказывать в адрес участников дорожного движения угрозы. В ходе проверки будут установлены обстоятельства, произошедшие при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. В ходе результаты проверки, организованные по указанному факту правоохранительными органами, находятся на контроле межрайонной прокуратуры. Из окон жилых домов Верхней Волжье продолжают падать дети. 15 июня 2024 года в Тверской области двое детей выпали из окон. Из окна третьего этажа жилого дома в городе Торжке выпал полуторгодовалый мальчик, а из окна пятого этажа жилого дома в городе Кашине шестилетний. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется территориальными межрайонными прокуратурами. По результатам проверок будет дана оценка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, ход и результаты процессуальных проверок, проводимых по данным фактов, находятся на контроле прокуратуры. В Торжке на момент падения ребенка его отец находился в ванной. Мать занималась вторым ребенком. В Кашине мальчик тоже был дома с родителями, но в какой-то момент, пока взрослые были на кухне, облокотился на москитную сетку и упал. Мы еще раз обращаемся к родителям быть внимательнее к своим детям. Строительный фен стал причиной пожара. В Твери мужчина решил высушить салон своего автомобиля. Включил электрофен в сеть и на время отлучился. А когда вернулся, салон авто был объят пламенем. Самостоятельные попытки сбить огонь были тщетны. И автомобиль не спас, и сам получил ожоги. Теперь автовладелец в больнице. К месту пожара были вызваны огнеборцы. За период с 10 по 16 июня 2024 года на территории Верхневолжья сотрудниками МЧС России ликвидировано 42 пожара, в которых было эвакуировано 50 и спасено 12 человек. Погибших и пострадавших нет. Так, 15 июня огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание на территории Турбазы в Осташковском городском округе. В результате пожара огнем уничтожена хозяйственная постройка и расположены внутри два легковых автомобиля. На пожаре пострадал мужчина. С термическими ожогами правой руки был доставлен в Осташковскую центральную районную больницу. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных не было допущено распространение огня на другие строения. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации посредствий дорожно-транспортных происшествий, в которых был спасен один человек, но, к сожалению, пострадало 18 человек, из которых 6 дети. За отчетный период зарегистрировано одно происшествие на воде, в котором погиб один человек. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 848-22-39-99-99. В Твери на улице Горького столкнулись автомобиль Кио и мотоцикл Ямаха. Автомобиль при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении прямо. Пострадал 40-летний мотоциклист. С места аварии мужчину доставили в больницу. На границе Калининского и Рмешковского районов на автодороге «Золотое кольцо» автомобиль Тойота выехал навстречу, где лоб в лоб столкнулся с «Газелью». В результате сильного удара пострадал водитель иномарки. 14 июня в Твери в рамках спартакиад регионального спортивного общества «Динамо» прошли соревнования по военизированному кроссу. Эта дисциплина включает в себя бег на полторы тысячи метров и стрельбу на двух огневых рубежах по неподвижным мишеням из пистолета Макарова с 25 метров. В состязаниях принимали участие команды областных управлений правоохранительных структур, показав высокие результаты сильнейшими стали представители областных управлений ФСБ, ФСИН и Управлений Федеральной службы охраны в Центральном федеральном округе.